МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идем в сторону пляжа, где дежурят спасатели. Здесь находиться, а тем более купаться, запрещено. У нас уже здесь были трагические случаи, поэтому мы сильно за вас переживаем. А переживать есть за что. Статистика неутешительна. С начала купального сезона у нас взято на учет 9 погибших. Значит, если говорить с начала года, 11. В целом, по России с начала года на водных объектах погибло более полутора тысяч человек, в том числе 200 детей. Гибель многих в жаркую погоду связана с алкоголем. В минувшую субботу в Твери, в Тверце, начал тонуть мужчина. Выпил, пошел купаться. И хорошо люди быстро заметили, вытащили его из воды, приняли действие. Они первоочередные вызвали скорую помощь, и человеку удалось спасти. Чужой пример другим наука. Но, к сожалению, не все учатся на чужих ошибках. Я тебя сейчас отпущу. Ты вот этой рукой правой, да, берись вот за этот, за поручень. Вот за этот поручень берись, да. Вот, теперь туда. Вот теперь ты поднимешься нормально. Ты вот пьяный совсем. Вот у нас вчера пьяный, утонул человек. Выпил нормально, вчера утонул, вот на Тверце. Хорошо скорая откачала. Вот там точно же выпил, пойду искупаюсь, хопа, и хлебанул. Хорошо вытащили. А так бы и все. Вот представляешь, вот на ровном месте люди там стараются на Тверце. А вы здесь все самые мыслимые и немыслимые правила нарушайте. А вы выпили, да, сегодня? Да, конечно, вон запах. Мы переживаем за каждого человека, понимаете. Вот вы хлебанули, и все, и тяжело. И буквально 2-3 минуты, и человек на дно пойдет. Абсолютно согласен с вашим мнением. Абсолютно согласен с вашим мнением. Давайте руку. Я думаю, вы меня поняли и будете дружить с нами и беречь себя, правильно? Так точно. Я-то не в алкоголе. Ну как вы не в алкоголе? Я в экстазе. А в экстазе, да? Конечно. Ну кто же мне позволит в алкоголе из семьи плыть туда и обратно? А что-то как попахивает? Это со вчерашнего, наверное. Это как пьяный за рулем. Окружающие должны не допустить, чтобы он управлял машиной. Так же и на воде. Не пускайте в заплыв пьяных друзей и близких. И еще помните о том, что может быть опасно на водоемах. Заплывать далеко нельзя, во-первых. Не надо попадать, купаться там, где есть водоворота, грязная вода, тина там и так далее. То есть место неизвестное для вас. Купаться надо желательно в тех проверенных местах. Далеко не заплывать. Если зона обозначена ограничительными буйками, за них не заплывать. Значит, если проплывают мимо какие-то лодки, суда там, соответственно, к ним нельзя подплывать близко. У нас есть и катера по Волге ходят. Некоторые люди там, особенно байдарышники, любят за ними погоняться. То тоже это очень опасно. Уважаемые отдыхающие, находясь на водоеме, соблюдайте правила безопасности. Ни в коем случае не перепрывайте реку и берегите себя и свои жизни. Не оставляйте детей без присмотра. В России уже погибло около 200 детей. В прошлом году на территории Тверской области в водоемах под воду ушли шестеро детей. Берегите себя и свои жизни. У реки многие отдыхают семьями. Не забывайте бдительно следить за детьми. Для несчастья хватит нескольких минут. Буи нужны, чтобы далеко люди не заплывали. Ну и, конечно, спасатели на всякий случай. Здесь, в центре Твери, официального пляжа нет. Но люди по привычке приходят загорать и купаться. Так что буи и спасатели, о которых говорят отдыхающие, власти областной столицы предусмотрели. Дежурят спасатели. У них есть катер в арсенале. Они выставляют буйки, которые ограничивают место заплыва. И, соответственно, судоводители видят и уже к пляжу не приближаются. То есть ни одни не заплывают за буйки, ни другие их не пересекают. Вода не прощает разгильдейство. Каждый раз, предупреждая нас об осторожности, спасатели знают, о чем говорят. Основной пик трагедии в России приходится на выходные дни. Люди пренебрегают правилами безопасности и оставляют детей без присмотра. Всего с начала лета в России на акваториях случилось свыше 1200 происшествий. В них погибли более тысячи человек, включая 187 детей. КОНЕЦ